Как сберечь традиции и заинтересовать молодежь чувашской литературой? Что предпринимается на законодательном уровне для поддержки культуры и защиты родных языков? Эти темы с работниками библиотек сегодня обсуждали первый заместитель председателя Совета Федерации Страны и временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Подробности в нашем материале. В конец мы признали с этой минуты, когда мы можем показать то здание, которое построили вы. Я видел. Видел это здание. Пристроенные были. А внутренние заходили? О том, что национальная библиотека примет именно такой облик, раньше никто и предположить не мог, вспоминает Николай Федоров. Вот архивное фото здания на проспекте Ленина, еще до реконструкции. Инициатором модернизации выступил первый президент республики. В 2009 обновленная библиотека распахнула свои двери, а спустя два года открылся и пристрой. Сейчас сюда приходят не только за книгами, но и на курсы раннего развития детей. Они еще не ходят в садик, они сидят дома с детьми. А здесь они приходят от года до трех. Поэтому вот и родители общаются. Они просто время от времени, да, и потом начинают регулярно приходить. Почти регулярно. Национальная библиотека продолжает расширять и электронный фонд. На официальном сайте оцифрованные версии книг. Одна из уникальных коллекций и издания, опубликованные в годы войны. Труды чувашских писателей сейчас можно не только прочитать, но и услышать. Выбрали 100 лучших. Мы их все цифровали. Тоже выставили на сайт. В прошлом году мы записали народные артисты Чувашской республики, у кого хорошо ложатся голоса. Нам помогло национальное радио на своем оборудовании. Мы сделали аудиодиск. Вот эта флешка на 27 часов. И во многом благодаря таким проектам культурные ценности чувашского народа сохраняются на все времена. В Рио главы региона отметил, что сейчас большая работа проводится и на федеральном уровне. Одна из предложенных поправок в Конституцию России – закрепить статус родных языков. Теперь уже в Конституции закрепляется проводить любые активные системные мероприятия по сохранению, развитию родного языка и, соответственно, национальных культурных ценностей. Мы сняли проблему с сопротивляющихся попыткам принудительного, когда заставляют принудительно изучать язык. Ну, были здесь и в Чувашии, и при мне были. Конституция гарантирует, и этот закон гарантирует. Теперь на уровне Конституции то же самое, что было в законе, который вы инициировали. Гарантирует добровольность, как минимум, изучения. Кроме этого, гарантирует выделение денег из федерального бюджета, издание учебников на подготовку преподавательских кадров и так далее. Лучшие проекты готовы профинансировать и в недавно созданном фонде поддержки родных языков, которым руководит Николай Федоров. От своих земляков первый заместитель председателя Совета Федерации ждет заявок на участие в конкурсе. Еще одна масштабная задача – развитие библиотечной системы региона. Олег Николаев отметил, что в ближайшее время будет разработана госпрограмма. Библиотеки должны быть абсолютно иными, чем они сейчас, каковыми они сейчас являются. И это на самом деле должны быть такими центрами духовного, информационного и культурного пребывания человека. Есть первая площадка такая, она начата к реализации. Надо иметь такой документ, для того, чтобы в том числе был аргумент требовать, добиваться денег, выделения денег из федерального бюджета. Чтобы привлечь в библиотеки молодые кадры, в Совете Федерации разрабатывают программу «Земский работник культуры». Президент поддержал, в решении Госсовета есть, а это пункт резолюции февральского совещания 19-го года в Совете Федерации. В общем-то, все идет достаточно позитивно. Такие инициативы особенно значимы для развития села. Олег Николаев отметил, что в реализацию программы «Земский работник культуры» включится и регион. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин